Всем привет! Мы возвращаемся спустя, наверное, уже год. Это снова я, это снова Бадди Плей Семенович Кисель Хоуп. Написано, это снова Dark Pictures антология Little Hope. На этот раз, в прошлый раз играли в Man of Medan. Алло, кукур наши, дорогие маленькие любители всего мистического и страшного. Мы проведем вас через эту дорогу. Поехали. Новая история, новые сохраненные данные. Начать за Энтони или начать за Таню? Ты кем хочешь быть, Таня или Энтони? Давай за Таньку. Я буду за Таньку играть. Я иногда за Энтони. Но если кооператив будет в точности такой же, так, готов, нажимай готов. Если кооператив будет в точности такой же, как в Man of Medan, то это не очень хорошо, на самом деле. Ты имеешь в виду тогда, когда мы ложались кнопочками? Нет. Тут же своеобразный кооп. Иногда в какие-то моменты я вижу одно, ты другое. Это во-первых. Во-вторых, я помню, был момент абсолютно отвратительно, ужасный, когда я стоял на катере, а ты спустился в воду, купался там, делал предложения там своей женщине. И в итоге я стою, разговариваю, подкатываю яйца свои грязные к кому-то там, а ты внизу уже, уже в океане, в море. То есть у нас с тобой разные картинки временами. И это очень плохо. Я надеюсь, что у тебя будет здесь возможность подкатить к кому-нибудь свои грязные яйца. Поехали. Итак, Little Hope. Маленькая надежда. Закусочная у дороги. Ну, атмосферненько уже, атмосферненько. Я не смотрел, себе не спойлерил, но по каким-то вот картинкам, по ощущениям им, что-то про ведьм, про салемских, наверное. А вы любите Лавкрафта? Так как люблю его я. Ну, я бы не сказал. Ну, тогда... Зовктулху прошел, мне норм. А так... Ну, у него просто тоже салемские ведьмы очень часто рекомендуется. И все произведения идут. Уже, когда он садился в автобусе, никого не было. А сейчас там видно было голоса. В этом, в Way Out, где вот сплит-скрин. Когда у тебя одно, у меня другое, но тем не менее, я могу все это видеть. У меня картина вся перед глазами. А здесь вот иногда вот такие вот... Ну, это называется «Я тебе про Фомо, ты мне про Иерема». Будет так же. И по того. Ну, и, конечно же, опять в предвкушении лажем. В смысле, что страшно налажать. Помнишь, как было сложно нажимать эти кнопки? Я помню, но люди же понимают, что налажать легко. Эта игра сделана для того, чтобы ты лажал. Нет, они не понимают. Они скажут, что ты дурак. Что ты ничего не умеешь. Ну, я им тогда в ответ напишу, что они... Подобрать бы слово какое-нибудь. Что они неправы. Да, да. Что так нельзя. Нет, это действительно сложно. Учитывая, что у нас большой опыт в игровой... В игропрохождениях, это действительно сложно. Ну, быть может, они учли вот эту ошибку. А может быть, не учли при создании вот этой части. Я думаю, на это сделан упор. Добрый день, спасибо. Так, все на русском языке. Что такое? Впереди не проехать. Авария. Пришлось дорогу перекрыть. Мы направляем всех через Литл Хоуп. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Литл Хоуп. Времени почти не потеряете. Вообще ничего не потеряете, Грин. Вообще ни капли не подозрительно, да? Вы вообще не потеряете. Сейчас там и застрянем. Тут что-то в духе Сайлент Хилла, наверное, будет. Сейчас мы куда-нибудь уедем и там застрянем мы в тумане в каком-нибудь. Тут, наверное, окружечка из Сайлент Хилла, Резидент Хилла и... Фир. Ты играл в Фир? Да. Прошел, но вот дополнение как-то вот... Не занялся я дополнениями к первой части. Еще немного, и вы в жетоне дырху протрете. И давно вы в завязке? Уже почти три месяца. Неплохо. Я слышала первые девяносто дней самые тяжелые. Знаю, это глупо, но... Мне все равно легче, когда... Мы не туда едем? Ерунда. Небольшое отместное. Это не ерунда. Спокойно. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Маленькие мертвые девочки. На монтаже надо будет посмотреть, но звук какой-то прямо... Пока меня звук в игре не очень устраивает. У тебя появлялась кнопка курс изменен? Нет. Я не видел, вернее. Может появлялась. У меня в левом верхнем углу появилась кнопка курс изменен, триггер правый. Но я не стал нажимать, думаю, блядь, я заменю какой-нибудь курс. И курс доллара как, блядь, ебанет под 80. А прикинь, это тебе нужно было что-то делать. Прикинь, нужно было что-то нажимать. И все, игра уже пошла не туда, да? Да. Ну, хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злить, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все? А то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты сами это повторяешь. Меня больше беспокоит Мэган. А что с Мэган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. Четвертый раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья нам не одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть, у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне из-за этого тяжело? Не только тебе, тут тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Не сейчас. Не сейчас. Не сегодня. К чёрту. Так, Кисель играет за Энтони. Я играю за Танюху. Таня опоздает. Это ее новая фишка. Краткость безразличия, промолчать. Краткость, сестра таланта. Ну, хоть кому-то из нас весело. Тебя тоже что-то выложили? Да, мне его жалко. Да. А как ты выбрал? Правым курком. Этот его стремный нюэйдж... Господи. Дается время какое-то. Очень плохо крутится. А ты за кого играешь? За девочку маленькую? А правым курком. Правым. Все, я левым пытался. Сон клевый. Это классика. Великий альбом. Таня, это маленькая девочка? Перестань юлопать. Вот Танюха, я так понимаю. В телевизор смотрю, да? И... Годзилла! Разуй глаза, тут же пластинки. Пококетничал с тобой. Я промолчу. Боже. Вот ведь и держи мое. Чтоб твоя башка начала вращаться. Да-то он зря. Кто? Тыща... Я выбрал промолчать. Я замерзла. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налакался? Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. А вот кто такой Энтони. Господи. Это, кстати, знаменитый актер какой-то. Примлекавшийся. Что на этот раз? Я выбираю разочарование. Он чуть сквозь дверь не машет. Как обычно. Хорош, папаша, а? Они все время ругаются одно и то же. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на черта... А нельзя повежливее? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Как будто она в прошлой жизни сержантом была. И с ним-то что? Я выбираю усилие. Да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. В семье явно проблемы с личными отношениями, да? Эй, Деннис. Эй. Не сейчас, я занят. Что случится с девкой явно чё-то, а девка, наверное, одержима. Успокойся ты. Она стой и писает, что ли? Ага. Боже, напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Мэган. Я просто хочу принять ванну. И отдохнуть от этого дурдома. Не надо слить, Мэган. Ваши ставки. Кто умрет первый, коллега? Я вообще еще никого не выучил. Я только знаю, что я играю за Таню, я узнал, что такой Энтони. Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Мэган. Она что-то натворила. Мэган вредная девчонка, которая пакостит все время. Мама с папой это знают. Может, но... Мэган слышала, как они спорили. Она очень расстроилась. Она постоянно чем-то расстроена. Где там мелкая принцесса? Так, обеспокоенность, обеспокоенность. Наверное, лучше ее не трогать. Я ее старшая сестра, и присматривать за ней – мой долг. Да, точно. Долги отдавать надо. Она пошла наверх. Пойду к ней. Ты обратил внимание, что Таня мусульманка твоя? Короче, сейчас опять... Делят ты пошел одну в другую, и вот начало игры почти... Так, нажмите... То есть, ты уже играешь, да? Я был снаружи в машине, меня кто-то сюда привез. Ты не видишь, чем я занимаюсь сейчас? Нет. Я пошел на чердак к Деннису. А я спички взял, зажигаю. Сейчас может быть большой взрыв. Нет, просто чайничек. Тогда нам нужно с тобой определиться, каким образом мы комментируем все наши действия, иначе это будет каша мала. Короче, поговорил, пообщались, посмеялись с Деннисом, который залез... У меня мини-игра, я очень сосредоточен, я молчу. Опять пульсация вот эта, помнишь? Да. Я пытаюсь не разбудить папу. Давай. Это не так уж сложно, но когда это будет опасно, это будет хуже. Вот как раз возвращаясь к разговору о том, что какой крутой был колонн в A Way Out. Когда я мог просто взглянуть на правую сторону экрана и узнать, чем ты занимаешься. Я саркастичный. Удивительно. Она ведь растет в такой любящей семье. Так, короче, кто-то здесь увлекается ведьминскими штуками. Знаешь, эти кто ведьм-то казнил с такими колпаками, этими смешными? Но Инквизитор, Инквизитор. Да-да-да-да-да. Вот фигурка Инквизитора на столе. Я сомневаюсь, что ведьмам эти колпаки казались смешными. Узнайте, как дела у Тани у меня. Я пошел к тебе, Тань. Давай. Я тут, в общем-то, ничем не занимался. Я знаешь, что не помню. Есть ли тут какие-то интересные, там, допустим, пошел что-то нашел. Есть же такое тут, по-моему, да? Осматривать помещеницы всякие. На предмет различных записульков, предметов, ножей. Нашел пистолет, убил Меган. О, да, есть предметы, валяются. Так, а ты чем занимаешься? Пока я буквально ничего не сделал. Хоть отвлекусь от этого туртура. Я нашел книжку про Салем, называется... Обязательно к прочтению. Про ведьмы Салем, 692 год. Не, ну, кстати, ведьмача тематика прикольная. Я тебе все-таки советую ознакомиться с Лакритом поближе. А, дневник? Я нашел дневник. А ты Салемскую книгу не читал, да? Ну, я ее могу только осмотреть. А, давай я тебе прочитаю тут какой-то дневник. 3 января. Сегодня идет снег, так что я застряла дома. Пасу М, пока мама занята уборкой. М, настоящее чудовище. Меган, видимо, что ли? За ней постоянно надо следить. На секунду отвернешься, сразу все вверх дном. Сегодня увидела, как она играет с папиными спичками. К счастью, ничего не подожгла. Я на нее наорала, она начала плакать. И мама накричала на меня. Весь день в доме торчу. Уфе на работе. Черт, страдаю. Что-то такое. Что-то звук какой-то произошел, музыка. 8 января. Это у меня часы за звание. Это последняя запись. Последняя запись. Тяжелый день. Сегодня пришлось подменить Дженни в кафе. Зато завтра вечером она подменит меня. Мюрри, как всегда, не в духе. Мистер Лапальщик опять при каждой возможности старается пощупать мою задницу. Я вылил ему кофе на колени. Надеюсь, это его отучит. Завтра впервые за неделю увижусь с В. И, видимо, больше прочитать тут нечего. Кто-то трогал ее дневник. Она возмутилась. Кто трогал мой дневник? Кто сидел на моем стуле? А я нашел дневник Меган. У нее херовая посещаемость и очень плохие оценки. Неудивительно. Неудивительно, когда ты убиваешь людей, да? Тебе не до математики. Так, меня тут заинтересовало окошечко. Татьяна, скажите, пожалуйста, на каком этаже вы находитесь? Так, а я бы знал, тут, наверное, всего два этажа. Сейчас я выйду к лестничной площадке, но, по-моему, она просто не спускает. У меня есть две возможности просто выйти на улицу, но я пойду к вам на второй этаж. Попробуй, потому что я спуститься уже не могу. Вот я как сижу здесь, так и сижу. Я заперт здесь. В том плане, что тут как будто невидимость... Эй, Таня! Я иду к тебе, братан. Ты там? Вот-вот-вот началась заставка. Как дела у Меган? Не знаю, не нашла ее. Давайте потише. Здесь люди спят. Доигрался. Сербер проснулся. Хрен с ним. Найди Меган. Иду, иду. Но я догадываюсь, где она, но заперта дверь. Будь любезен. Не ори хотя бы пару минут. Нажимать кнопки опять. Очень хочется тишины. Короче, тут кнопка может меняться еще. Да, и поэтому она не будет меняться быстро. Не звука. Мне и без твоих подгарминей тошно. Из-за чего вообще я не проверял, как там Таня и Меган? Ну, удачи вам. Ты послушаешь ванну? Меган не подарок. Комнату Меган. Она с кем-то разговаривает. Ну, с дьяволом, наверное. Говорит, она говорит, не буду этого делать. Дьявол. Это ее комната. Наверх меня не пускают, поэтому я просто жду тебя здесь внизу, пока там всех вас... Короче, она сидит с куклой, разговаривает. Поинтересовался у нее как Анна. Я так понимаю, что пока что-то у вас там не произойдет, меня не пустят наверх. Наверное, это тупо, это очень тупо. Я пока брожу, хожу. Так, спрашиваю у нее, о чем ты говоришь? Что такое? Шижицы таки. Как-то можно быстренько выбрать? Ан, курком еще можно, да? Чем дольше ты тянешь, тем дольше жива их мама, матушка. Потому что, судя по всему, матушка первая. Так, что-то происходит на балконе. Кто-то хренакнул, по-моему, этим... Каким-то, не знаю, ботинком по стеклу. Я не слышу. Я пока двери проверяю. Так, да... Она меня заперла! Заперла на балконе. Кто? Мега? Да, Мега. Но при этом она не вставала с кровати. Блин, ну это телепатия. О, ты меня зовешь. Как-то надо отсюда спуститься и решить эту головоломку. Энтони, куда ты провалился? Энтони! Это уже не смешно! Энтони, если ты мне сейчас не ответишь! Что ты какой-то это суперсерьезный, я видел, ты настроен. Куда пошел с таким длицом. Ты кровь насчет моей семьи. Ты девочку видишь? Да. Я согласна. Ух! Таня! Что такое? Мерзавка меня закрыла! А тут не жарко! Мне уже нравится эта игра. Сейчас открою, только полегче с ней! Минуту! Вообще, мне кажется, что девка все-таки защищает семью. Не, она же сказала, ты прав насчет моей семьи, я согласен. А, ну да. Значит, я дурочек. Не так же слышал. Мега! Ты там? Ты играл в Утсуса? Да, все три части. Вот шел. Похоже, на ней... На кухне пожар! Посмотрел. Ты серьезно что ли? Что-то типа, да. Завязка, да, крутая, но все-таки хочется большую часть времени, раз уж к оперативту проводить как-то вместе. Мне кажется, они учли проблемы в предыдущей части. Мне кажется, будет лучше. Предыдущая часть еще и по сценарию была не очень, в самом деле. Прям вот, знаешь... Ну, откровенно говоря, да. Ужастик категории Б. На ТВ-3. Какого героя ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Так, сейчас на ракетах кнопки надо будет нажимать. Я думаю, да. Я сосредоточен. Батя вообще... В себя не приходит. Папа! Я не могу дышать! А ведь правда напряжные не знаешь. Помогите! То есть, тебе не нужно было ничего? Вообще ничего. Взял и удар. Ну, значит, они не особо важны. Нам просто показывают ужас. Чтоб не было хэппи-энда, как закалория. Вот теперь, по ходу, дают играть. Да, помочь Тане, помочь Меган. Я помогу Тане. Давай, потому что Меган понятно. За Меган уже все знаем. Да ладно! Она скорела. Представляешь, надо было ей все-таки помочь. Я думаю, я бы не успел. Это было бы в любом случае. Я думаю, я сделал правильно. Решительность, решительность. Лезь в окно, слезь по трубе. Попробуй слезть по водосточной трубе! Ну, это самое простое, что можно сделать. Да я бы просто спыгнул. Так не так уж высоко. Ты принимаешь решение, братан. А как? Что ты выбрал? Я что-то... А как выбирать-то вообще? Я не знаю, но мне написали, что ты принимаешь решение. Я пытался этим стиком... Правым стиком, да? Ёперный бабай. Танюха, ты что творишь-то? Кто мог знать? Миздец, что это такое? Почему? Как это можно было предугадать, что она повесится? Что за хрень? Я еще не особо понял с управлением. Типа я правым стиком... У меня есть гипотеза на этот счет, но я ее озвучу попозже. Еще один вздох. Может быть, они в любом случае вы вздохли? Я думаю, да. Я думаю, учитывая, что я хост игры, то ты будешь играть за персонажей, которые, грубо говоря, отличны от этого чувака. Хотя, если бы я играл за Таню, ты бы играл за него? Нет. Вряд ли, наверное. Что ты сделал? Мама! Он сейчас проснется, спорим? Я так испугался, что мы накосячили, и причем... А что мы накосячили? Ты что выбирал? Лево, право. Я слезь по трубе. Ну, если я все правильно с управлением разобрался, то я просто слезь по трубе, типа. Ну, тогда все нормально. Присполучен так много смертей. Я думаю, это не последствия наших решений. Я думаю, это... Авторы просто у нас троллят. Да, да, да. Это произошел троллинг, и правда. Слушай, а такая же была заставка в прошлой части, да? Я еще говорю, что мне нравится песня. Абсолютно. Фильмы снимались. Уилл Уолтер. Ну да, наверное. Алекс Ивановичи из Панхемер. Ленка Давид и Кайл Бейли. Че-то хотел я сказать про Man of Medan, и че-то я забыл. Началось заставка, и мысль мне не мысли. Я, наверное, хотел сказать, что особо она-то и не запомнилась. Вот сейчас помню, что там было. Я, кроме каких-то непонятных quick-time events, ничего особо и не запомнил. Ну, люди отравились газом, и им начало чудиться всякая хрень. А вот что я хотел сказать. Что, давай мы будем учитывать концепцию первой части. То есть, чтобы пройти первую часть на отличненько, в основном, по большей части, нужно было избегать поднятия всяких ножей, пистолетов, избегать драк, потому что мы в итоге сталкивались друг с другом. И главный враг в игре, как минимум, Man of Medan, главный враг это мы сами. Ну да, я помню, да. И захреначили. Но вот здесь вот какая-то уже мистика вступает в бой. В первой части мистики не было. Была, знаешь... Психоделика. Психоделика. Это могло бы произойти на самом деле. То есть, люди отрыванули из газа, но им стало мерещиться в сапу. Сейчас он начнет разговор. Помнишь, он все время... Да, сейчас что-то расскажет. Скажет, что вы дурачки, вы все не так сделали. Такой Колька, Семка. Это опять вы, что ли? Два рукожопа. Выключайте игру, удаляйте. Хранитель. Да. Приветствую. Мы ведь с вами раньше не встречались. Неважно. Добро пожаловать в хранилище. Я хранитель. Страж всех этих прекрасных историй. И у меня есть особый рассказ. Именно для вас. Волнительно. Нет? Уверен, беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. И ваше решение ее закончит. Пожар? Нет. На него вы не могли бы верить. Что случилось, случилось. Или нет. Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная. Да? Сейчас вы посетите... Непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный, от выбранного вами пути. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата. Вы вместе определяете исход этой истории. И действия одного затронуты другого. Так что, хотя вас и двое, вы вершите историю как единое целое. Если понимаете, о чем я. Как и в жизни, все ваши действия важны. Они определяют ход истории. Вы не можете изменить эту завязку. Но зато можете повлиять на то, чем все закончится. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацию, эмоции? Слушайте разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верю. Будь себе. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь не должен вмешиваться. Не мое дело. Очевидно. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого. Если я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет или же нет. Ищите. Они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. На похороны. Помнишь, он периодически рассказывает какие-то умные вещи, и они как бы намекали нам на подсказки, что делать, что не делать. Правда, сейчас нихера их не понимали. Сейчас он сказал, что вы должны быть верны себе, чтобы это значило быть стечным, принимать решение в свою пользу. Имеется в виду, что чувствую, что и дави, что тебе ближе. Там столько маленькой, мало милосекунд на принятие решения, что там не подумаешь о том. Он не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. Все-таки туман. Но одно радость, это не мы накосячили, это уже на текущий момент уже достижением. Я же говорил, что ему это приснилось. Эндрю. 18 лет. Студент. Студент колледжа Тревора, отстраненность. Тревога. Тревога, тревога, тревога. Я думал, колледж Тревора какого-то что-то. Тревога, отстраненность, пишут его эти, блин. Состояние психологическое. Состояние, качество, да. Капец. Да, мы что на корабле, но там нет? Тейлор, значит, хорошо. Студентку. Это он вообще? Это она? Это этот же Гермиона, я повзрослежил. Джон, 43 года, профессор колледжа. Рациональность, властность. Где Дэниэл? Я не вижу его. Так, хорошо, Тейлор Танна. То так сразу и не скажешь, прогрессивные эти игры. Может, поможете? Хватит дурака валять. Так, я за девушку играю. Дэниэл, 20 лет. Нам нужна помощь. Тоже студент, добродушный защитник. Гениально. Я уже пыталась посмотреть. Телефон я потерял. Нет сигнала. Если я играю за заданьку, то я потерял телефон. Я очухался где-то в лесу. А, так ты не возле автобуса? Нет. Я очнулся вместе с Анжеллой, 48 лет, взрослая студентка. Грубость понимания. Что случилось? Автобус разбился, но все целы. Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. Похоже, вы в шоке. Мы находимся в ущелье. Вам надо прийти в себя. Ну, я возле автобуса, который разбился. Я тоже около автобуса в ущелье. А, вот теперь тебя показывают. Ты в красной футболке, да? Да. Вот теперь только мне тебя показывают. Блин, где телефон? Господи, какое ублюдское управление. Типа правым курком. А тебе не показывали мою часть? Как проснулся этот чувачок? Нет, ничего не показывали. Но это, похоже, был сон его, когда он разбился на автобусе. Он и еще двое человек возле автобуса. Чтобы быстро выбрать вариант ответа, вот ты выбираешь правым стиком. Правым стиком просто держу. Надо держать выбранный ответ. А, окей, окей, окей. Эй, Дэниел, это вы? Я понял. Как хорошо. Дэниел! Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет. Ничего криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведят к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. Сейчас заставочка закончится. И нажми на паузу, чтобы дальше дело не пошло. Договор. А, Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе. Вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. У меня уже тут QuickTime Events пошло. У тебя было? Нет, еще. Я пока разговариваю с Анджелой. И немножко, видимо, с ней... ...портил отношения случайно. Но это не страшно. В общем, Эндрю подтвердил, что это сон. Я, короче, это плюже то, чтобы мы остались возле автобуса. Я буду стоять до последнего. Анджела куда-то вдруг пошла. Следите за Анджелой, найдите путь к остальным. И найти нужно водителя автобуса. У тебя там все закончилось? Нет, еще. Я никуда пока не пойду. У меня чувак топит за то, чтобы мы пошли за вами. А я топлю за то, чтобы мы остались здесь. Давай. Я пока ничего не буду делать. Я остановлюсь на одном месте. Вы держитесь рядом. Ты там договоришься и закончим. И... Я уже готов. Все. На паузу нажимай и заканчиваем пока на этом серию. Хватит пока на сегодня. Ну, начало, наверное... Наверное, оно многообещающее. Но... Я уже озвучил свое недовольство таким вот кооперативом. С одной стороны, он необычный. С другой стороны, вот получается, что его вот этот плюс этого кооператива является его же минусом. То есть, я не вижу сейчас тебя. Вот что мне не нравится. Ну, это возможность нашим зрителям посмотреть твою и мою версию. А ты обратил внимание, что на паузе есть мозг и есть сердце. И они заполняются чем-то. То есть, чем больше ты решений будешь применять, тем больше тебе будет показано, принимаешь ты головой или сердцем решения. Ну, пока у меня больше светится мозг. Вот такая же ситуация. Потому что мы с тобой углебли. Да. Да, да. Все. Увидимся с вами в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...